Факты в лицах Факты в лицах Факты в лицах На территории Тагилстроевского района на сегодняшний день свыше 4 тысяч вообще жилых домов. Свыше 2 тысяч подлежит у нас газификации в общем. Значит, администрация Тагилстроевского района проводится работа по догазификации, по приему заявлений на участие жителей в программе «Чистый воздух». Сначала программы этой было принято 588 заявлений. Значит, жителям разъясняется суть этой программы, социальные поддержки какие разъясняются жителям. Также идет разъяснительная работа с жителями, какие будут субсидии и суммы этих субсидий. Значит, они, жители имеют понимание, что они будут оплачивать не более 10% стоимости всех работ. Сами работы будут выполнены в пределах 250 тысяч, и максимальная затрата у жителей будет 10%. Люди, ну, идут на это, конечно. А на каких улицах уже у вас началась активная работа в районе по национальному проекту «Чистый воздух»? У нас началась активная работа, идет по микрорайону «Смычка», рудник третьего интернационала. Но в ближайшее время у нас уже очень много заявок принято по Кушве. Какие-то дома уже подключили? Или пока оборудование идет, установка оборудования в домах? «Смычка», микрорайон «Смычка» подключен, несколько домов уже. Уже подключили, да? И жители пользуются газом? Буквально через несколько дней начнется второй этап голосования за территорию, которую предстоит благоустроить в следующем году, в 2024-м. Готовитесь ли в Тагилстроевском районе развернуть какую-нибудь компанию? И есть ли у вас объект, за который предстоит голосовать? Да, конечно. На территории Тагилстроевского района у нас вышел по программе формирования современной городской среды, у нас получил наибольшее количество голосов. Объект это предварительно, это парк культуры, вернее, парк рудника имени Третьего интернационала. С 15 апреля по 30 мая у нас будет проходить тоже голосование всех активных жителей и просто неравнодушных жителей. Конечно же, мы просим проголосовать за нашу территорию. Парк этот жителям нужен, он необходим. Мы все будем, конечно, болеть за него. На сегодняшний день мы разрабатываем уже какие-то определенные мероприятия, которые будем проводить в районах с жителями. Парк был участником голосования в прошлом году, чтобы попасть в программу этого года. Что-то там поменялось, может быть, и решили пересмотреть эскиз, проект, какие-то свежие идеи привнести по сравнению с прошлым годом? Он у нас попал на отборном туре, где было представлено 12 территорий, и вот 4 попали в программу. В том числе наш рудник попал. И как считаете, поднимите общественность всего района? Мы будем очень стараться. Мы начали уже работать над этим вопросом. Надеемся и на организации, и на предприятия, и на жителей, что они поддержат это все мероприятие, и мы выйдем в финал. Еще одна программа, по которой можно проводить благоустройство, это ремонты, капитальные ремонты дворов, как проводится работа с управляющими компаниями, какие-то формы обсуждения с самими жителями, для того, чтобы уже не общественную территорию, а, собственно, двор привести в порядок. В этом году у нас по данной программе планируется выполнение работ по улице Друженина, 39. Работы эти начнутся у нас в апреле, и закончатся они в октябре. Во дворе дома планируется установка детского игрового оборудования, освещение, баскетбольные площадки и парковочных мест. Это все у нас планируется в этом году. Предварительно обсуждения какие-то были с жителями этого двора? Может быть, какие-то идеи от них были? Конечно, они подали заявку на участие в программе. И получили одобрение. И попали в этом году в эту программу формирования современной городской среды. На что помогло? Каким образом это происходит? Можете рассказать саму технологию? Чтобы принять участие в программе? Да, мы хотим дальше что-то. Да, сначала должно появиться желание у жителей. Когда желание появилось, жители могут принять участие. Они могут... Уполномоченный может подать заявку. Уполномоченный может быть это управляющая компания, либо ТСЖ может быть. А куда они идут подавать заявку? В администрацию районную или сразу в городскую администрацию? Они подают в городскую администрацию. Также они могут подать на официальном сайте города в разделе формирования комфортной городской среды. Главное, чтобы было желание, был управляющий. И обязательно, чтобы была дворовая территория. Любой может стать участником этой программы. А если попроще от этих программ отойти, о которых мы только с вами говорили, как оцените состояние дворовых проездов в Тагистровском районе? Понятно, что был снег, и, видимо, было большое количество обращений с тем, что не везде расчищено, и тяжело было проехать и пройти. Много ли обращений было по этому поводу? И как работали с управляющими компаниями? В этом году таяние снега было достаточно резко. В какой-то период, конечно, было обращение, но по дворовым территориям у нас в этом году поступило всего 4 обращения. Это Уральский проспект, 42-2 обращения было по Шевченко улице, и по Дружинино были обращения. А что там жаловались люди именно? Люди жаловались на ямочный ремонт. На место мы выходили с управляющей компанией. Выезжали по обращениям, выезжали. Ну, работы были, работа все принято было, устраняли. Имеется в виду ямочный ремонт, то есть там и ямы ремонтировали, забивали асфальтом. Так, ну что ж, снег сошел, все дороги теперь открыты. Открыты у нас и газоны, и не только газоны. Апрель – это время субботников, когда они начнутся на территории Тагилстроевского района. Ну и готовы ли активно поучаствовать жители, собственно. Конечно, на территории Тагилстроевского района уже начались и во всю идут субботники. Управляющие компании уже приводят в порядок свои территории. После зимы также приводят в порядок территории свои предприятия, организации, промышленные предприятия. В общем, на территории нашего района планируется более 150 предприятий выйти на субботник. Управляющими компаниями тоже проведено было совещание с просьбой переместить график. Ну, раз так резко все потеплело, и до конца апреля, до середины мая, как это было ранее, мы не можем ждать. Уборки идут. Значит, 14 апреля мы выйдем на субботник районных, который будет проходить у нас на «Металлургов-46». Также призываем жителей неравнодушных. Достаточно сложный участок этот и имеет большое загрязнение. Выйдут близлежащие дома у нас, выйдут организации, которые здесь находятся. Также мы уже в районе свой субботник провели, администрации самой. В субботники идут, во все. А какие улицы уже привели где-то, или парки, скверы? Парки, скверы у нас ежим. Преимущественно, как-то предприятие, не знаю, обращается к вам, вы им выделяете какой-то земельный надел, земельный участок, что вот здесь, или как это происходит? Конечно, мы предпочтение отдаем там, где большой трафик населения, где также парки, скверы, где посещение людей большое идет. Но в основном проблемы возникают, наверное, больше всего. Это на дворовых территориях, откуда летит мусор потом на придорожную часть. Конечно, над этим больше всего мы стараемся работать, дворовые территории. И тут нам в помощь, конечно, наши же тоже жители не успевают где-то, и управляющие компании не успевают. В этом году очень много мусора, очень много, это на самом деле. И тут, конечно, нам не обойтись без помощи жителей, предприятий всех. По каким еще вопросам жители района жалуются в районную администрацию? Ну и такой вопрос сейчас тоже на злобу дня, как специалисты реагируют на претензии в социальных сетях, потому что люди, бывает, выплескивают туда некий негатив по отношению к каким-то неудобствам. С начала года в администрацию района поступило в общем и обращений, и сообщений где-то свыше 200, 225 примерно где-то обращений. Можно сказать, напополам и в соцсетях, и таких обращений, сообщений, обращений. Но специалисты администрации в течение суток отвечают на вопросы, на все, которые поставлены, связываются, что-то, если непонятно, связываются с заявителем. Ни одно обращение не остается без внимания. Также связываемся и с управляющими компаниями, с ресурсно-соснабжающими организациями. Тематика, чья есть, мы с ними связываемся и, конечно, даем ответ. На сегодняшний день, наверное, наибольшее количество у нас было обращений, это, конечно, очистка дорог, санитарное состояние города. В период отопительный по отоплению были много обращений, конечно. Актуальная тема на сегодняшний день – это отлов собак, очень много обращений. А в основном, конечно, коммунального характера вопросы задают жители. А вот по социальным сетям как реагируете? Смотрите, у вас люди какие-то закреплены? Обязательно. Да, у нас закреплен специалист, который мониторит в течение дня все обращения. По направлению определяется, кто будет отвечать на это обращение. Ну и в дальнейшем даем ответ. Обязательно мы мониторим это ежеминутно, можно сказать. Благодарю вас за участие в нашей программе. Мы общались с главой администрации Тегил-Старольского района Оксаной Першиной. Всего доброго, оставайтесь на Тегил-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин